Затем они направились еще дальше на Восток, к берегам Центрального моря Азии. Некоторые из них переключались еще дальше, вдоль Желтой реки и окончательно обосновались в центре Китая. Эта подраса представлена в некоторых частях современного Китая, и с этими китайцами, легко отличаемыми от китайцев седьмой подрас. Первичные синих, пятая подраса, были белые. Подрас очень боинственная, задорная, энергичная, склонная к рыбежам. Они были по преимуществу кочевниками. Характерными близниками были подозрительность и неуживчивость, личные войны с соседями. Их потомками являются чистокровные иудеи и кабины Северной Африи. Поиграй с тисой. Шестая подраса. Аккадийцы. Китая, дай бог. Они появились уже после катастрофы, происшедшие 800 тысяч лет... Сейчас он покатает, а потом даст. Они вели много войн с темитами, которых наконец победили. Аккадийцы отличались коммерческими, навигационными и коронизаторскими способностями. Большой интерес, проявляемый аккадийцами к мореплаванию, заставили их усиленно заниматься наблюдением над звёздным небом. Потому огромные успехи были достигнуты ими в астрологии и астрологии. Они построили несколько крупных торговых церквей и установили связь с самыми отдалёнными частями земного шага. Их потомки были финикирини, торговавшие по берегам Средиземного моря. Последняя, седьмая, или монгольская подраса, зародилась в татарских степях Восточной Сибири. Монголы произошли непосредственно от Туранской подрасы, которую они заменили в большей части Азии. Они не имеют никакого отношения к древнему континенту Атлантиды. Зародившись на широком пространстве татарии, они имели достаточно мест для переселения в собственной стране. Эта подраса разрослась неимоверно. По условиям местности монголы стали кочевниками, затем земледельцами. Они были высшей подрасой по сравнению со своими предшественниками, грубыми туранцами. Так же, как и последние, они были жёлтовый цвет. Рассеявшись на равнинах Китая, они представляют собой современных китайцев. Японцы не принадлежат целиком ни к одной из подрасок, являясь поестью нескольких подрасок. Японцы, как и последние, все коренные расы. Вот почему в них много качеств, отличающих их от себя. Китайцы. Пятая коренная раса, которая стоит ныне во главе человеческой эволюции, произошла из пятой подрасы атлантов, первичных сенитов. Наиболее выдающиеся семьи этой подрасы были выделены в его дружине вокруг южных берегов Центрального моря Азии задолго до гибели Атлантиды. Пятая раса делится тоже на семь подрасок, из которых пока кладилось только пять. Первая подраса в Северной Азии перешла в Индию и сходилась на юге Ямалайи. Она стала господствовать на обширном ингостанском в острове, подчинив своей власти народа четвертой и третьей расы, которые населяли в ту эпоху Индию. Первую подрасу представляют не только арийские индусы, но также один из типов древнего Египта, тот, которому принадлежал высший правящий класс. Ко второй подрасе относятся арийские синих, отличающиеся от арийских, кальде, 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 а также современные арабы и югы. Третья подраса иранская, в которую приезжали древние персы, потомки которых современные персы. Четвертый подрасль сельский, принадлежат древнему Гребу и югы, как и современные итальянцы, грехи, французы, испарцы, мальчики, и сапу Индию. Пятый, и сольский подрасль. Великой подрасль, в которой мы снижаем глава, в Шангенаде, Галандии, вещество, 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 вещество.